Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здарова танкисты всех приветствую с вами Серега с вами Индомит и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks сегодня у нас на обзоре немного уже забытый всеми потому что очень редко встречаю эту тачку в боях прям не играют люди на нем а зря потому что танк все равно не плохой неплохой почему об сейчас будем разбираться вот сегодня у нас на обзоре премтанк вот великобритания средний танк фв4202 вот такой чудик вот такой страшненький немного какой-то стрёмненький ну давайте все и по порядку сначала пойдем уже по сложившейся традиции посмотрим бронирование фв4202 идем и так вот наш фв4202 нлд у нас ну тут бумага 113 влд 106 106 118 то же самое корпус очень слабый еще верхняя планочка влд 66 67 66 но под большим рикошетном углом что называется не пробить будет рикошет касаемо башни сначала смотрим под башенный цилиндр по центру 200 229 это круто хорошо бронированная часть корпуса в целом до маска орудия и и как таковой здесь нету но будем здесь рам столом смой 200 200 есть моменты 277 259 232 270 короче есть места рядом со стволом в 200 но есть и такие что не пробьете поэтому стрелять сюда опасно эти зоны маленькие ну хотя какие маленькие можно закладывать до щеки у нас 226 240 крышка у нас немножко не так поставил вот так крышка у нас 215 227 она под углом не все она в подряд будет рикошетить то есть с тэшек калибры там менее 100 миллиметров менее 90 миллиметров конечно будет рикошет калибра 120 и более безусловно нет будет пробиваться по боковому бронированию нас здесь 50 миллиметров конечно же танкует от слова прям не все каких-то из тэшек тяжелые танки и либо пт-сау на ней танковать ну такое себе он и не создан этот танк для прям танкование от борта все-таки это не тяжелый танка из тэшка но что-то он может танковать надо просто понимать когда вы танкуете вы знаете против кого вы как правило танкуете да нужно понимать пробьют вас или нет броня такая посредственная слабенькая так броня ну где то есть вот здесь ближе к орудию до подбашенный цилиндр еще более-менее крепкий вот а все остальное в целом чепуха вот что касаемо пушечки давайте смотреть исследование да кстати вот давить прям танк бесплатный экипаж больше кредитов больше опыта можно качать а экипаж для средних танков великобритании пересаживать судом по пушке 230 альфа 226 бронепробитие основным 258 голдом и от согласитесь неплохо 8 секунд заряжается на стойке общий дпм 1725 033 точность 2 и 3 секунды время сведения но такое себе 2 и 3 на стэшки хотя точность пушки прям прям поражает на стойке 033 по полевой модернизации вот я только ее начал качать открыл галочку убрал с экипажа во втором блоке во втором блоке нужно качать легкосплавные узлы крепления в четвертом блоке давайте откроем наши параметры время сведения у нас комфортный точность у нас шикарно честно говоря я бы наверно даже здесь не качал бы вообще ничего но может быть может быть я бы закачал кстати настройку рычагов подвески в пятом блоке незаметности здесь у нас максимальной скорости назад скорости ремонта ходовой настройку турбоногнетатель самый правильный выбор так что касаемо оборудования у меня здесь стоит вентиль в основном слойте у меня стоит досол и стоит просветленка еще инструкция на вентиль можно поставить турбину можно поставить турбина вместо просветленки поставить тогда уже ведь как вариант 2 вариант сборки вот как мне кажется по снарядам основной снаряд ббх летит 1200 голдовый 1275 летит 104 400 с такой альфой не самый дешевый снаряд по моему мнению вот снаряжение еще поставил вместо нетушителя до паек чтоб максимально посмотреть на что возможен этот танк экипаж здесь у нас стандартные 4 а члены экипажа командиру первым перкам лампу всем остальным ремонт вторым перкам боевое братство третьим перкам и далее качаете как показано в табличке вот поставим вот такой оборудование экипаж у нас три с половиной перка до инструкции на вентиль до паек на что же эта машина способна смотрите заряжается чуть больше 6 секунд увн кстати у пушки минус 10 это прикольно один менее чуть 2 секунды время сведения 0 29 точность орудия это же хорошо 2 200 средний урон минуту дпм по хп у нас 1400 по мобильности 50 вперед 20 назад 15 с половиной лошадей на тонну она достаточно бодро эта тачка гоняет по картам нашим любимым по незаметности 21 неподвижный 16 5 движение с такой средний показатель по обзору 504 метра потому что и просветленка играется на фланге средних танков вот не знаю я на ней недавно катал и в принципе неплохой то не знаю хорошая подвижность хорошая точность пушки отличный дпм в кавычках да то есть заряжается пушка достаточно быстро 6 секунд нормальная тачка выношу забой на ней посту с лишним тысяч о серебра опыта сказал серебра вот не знаю чё люди на них не ездит нормальный танк абсолютно ладно предлагаю уже отправляться бой посмотреть как данный агрегат играет современную редко погнали да так и есть так сейчас пощупаем фв 42 02 современном рендами что это такое чем его едят у соперников из лт-шки бэр хочешь да и все наверно да одна лт хает вот это замечательно этот факт отрицать не стоит это вообще отлично а кто из них прям быстрый у них в з-120 до тайп 61 еще есть принципе ну ладно поедем помогать и бэру сейчас посмотрите смотрим как это адекватный танчик насколько он хорош как он фармит сейчас все проверим я так поджал у них вон он ебарда чем получить убор это хорошо что он так уехал не а нашего ебара нельзя бросать только вперед противник сейчас сожрут скорее всего что он ходит вот 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 никого тут не видать хорошо пошло еще один доигрался а вот я же наш там что-то исполняет непонятно вот это очень плохо почти все ушло меня задели получи так как сушку сушку отсветилась нет где она то попался почти все ушло до этого сложненько будет враги и это все поаккуратнее там вперед дальше что нормально уже 2к дали на восьмерочки против девяток идем на окружение вражем подвижность у танка хорошая башка крепкая что на фоаре что на фоаре что на фоаре это это что на фоаре что на фоаре Враги повсюду! Получи! Так, очти Сида. На тебе уже твои больницы! Враг уже близко! Идем к Химере. Она в угол зажимается. Она там типа прикрыта. А, у нас захват баса. Е-мое. Ну, два с половиной ка. Нормально для среднего танка. Пойдет против девяток. Сейчас проверяем фарм. Танчик годный. У танчика неплохая, достаточно крепкая башка. Хорошая УВМ. Хорошая подвижность. Вот его основные преимущества все-таки. И можно на нем играть. Я не знаю, что его все так хаят. Он уже неиграбельный давно. Нет, нет, нет. Да, не топовое место. Шестое место по урону. У нас еще и засвет есть. Касарь, да. Начислено 106 чистыми 90. Что плохо? По-моему, отлично. Ребята, если есть у вас этот танк, пишите в комментариях, как он вам заходит, не заходит. Какое оборудование вы используете. Как у вас получается на нем, фармить или нет. Обязательно ставьте лайкос и подписывайтесь на канал. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик.